Вот смотри, даже Эрдоган, да, вот это же интересный пример, вот одной рукой он помогает Украине, отдает барактары, да, ты же знаешь, что руководит хозяин завода по производству барактаров, это его дядь. Семья, да. Сам факт встречи с убийцей, кровавым, мясником, это уже, я тебе скажу, не красит никого, то есть Макрон звонил, звонил ему, ну сам уже перестал, устал, видно, ну невозможно. Есть уже предел, когда общаться с человеком дальше, даже будучи циничным политиком, уже невозможно просто, потому что это не рукопожатный человек и общение с ним делает тебя слабее и, ну, это плохо. Уровень токсичности зашкаливает. Да, Эрдоган общается, жмет руку, мало того, они заключают сделку, явную сделку, мы видим ее сейчас. Какую? Эрдоган говорит, дайте нам возможность там в Сирии решить свои вопросы, не сопротивляйтесь. Дайте нам возможность решить свои вопросы в Нагорном Карабахе, поддержать Азербайджан. А мы попробуем с Зеленским поговорить, мы попробуем его убедить пойти на переговоры, потому что переговоры России и Путину сегодня страшно нужны. Им нужна передышка. Они никогда не остановятся, никогда не отбросят своих планов на Украину, никогда. Это просто критично важно для Путина покорить Украину, причем всю Украину, потому что Украина его кровавая вавка в голове. Но мы поговорим с Зеленским, мы попробуем убедить все. В результате Путин закрывает глаза на действия турков в Сирии. Путин, который поддерживает Армению, сдает Армению, закрывает глаза на действия азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Азербайджанцы зашли в Лачин и продолжают движение. Эрдоган летит встречаться с Зеленским во Льву. Где наверняка как-то говорит о переговорах. Мы не знаем, о чем они говорили. А может он просто смеялся над Путиным вместе с Зеленским. Типа я приехал, типа уговаривать вас, не волнуйтесь, все нормально. Мы не знаем этого. Но эта сделка, конечно, сделка. Циничная сделка, конечно, циничная сделка. Но эта сделка, это большая политика. В большой политике нет ничего, чего нельзя было бы сделать и о чем нельзя было бы договориться. Нет, повторяю, ничего. После Второй мировой войны, слушай, американцы, целый ряд страшных военных преступников немецко-фашистских забрали, приютили. Они работали на Америку. Точно так же Советский Союз, целый ряд страшных военных преступников забрал себе нацистских. Они работали на Советский Союз. Нет ничего, что могло бы сдерживать от принятия решений там, где речь идет о национальных интересах. Так вот, я тебе хочу сказать, что я считаю, что сделка с Путиным невозможна Западом. Именно потому, что национальные интересы Запада диктуют уничтожение кремлевской, путинской России. Именно вот этого строя во главе с этим диктатором. Потому что они сейчас, после 24 февраля, ясно понимают, что они будут следующие. Если они, если Украина, если они позволят, ну, понятно, Украина борется изо всех сил. И если бы не героическая украинская армия и народ, то, конечно же, ни одна, я думаю, из западных стран не могла бы такого показать, что сегодня показывает Украина. Но Запад ведь помогает. Спасибо ему за оружие, за деньги, за помощь. Так вот, я думаю, что точка невозврата пройдена по поводу этой сделки. Вот в сделку с его окружением, с частью, которая скажет, мы его скинем. В это я верю. А по поводу других историй, у меня даже представить все сложно. Я с собой категорически не согласен, что Запад одержим идеей свержения Путина и разрушением России. Категорически. Объясню почему. У каждой страны западной, будь то Соединенные Штаты или Польша, есть свои национальные интересы. И каждый политик, если он глобальный, масштабный, умный политик, он руководствуется прежде всего своими национальными интересами. Национальными интересами своей страны. Сегодня из-за войны России с Украиной всем практически руководителям западных стран нужно объяснять своим народам, почему повышаются цены на коммунальные услуги, на топливо, почему жить становится тяжелее, почему дальше будет больше инфляции, повышение цен, почему будет дальше больше. Ведь люди где-нибудь там в Германии или в Австрии, им то, что происходит там где-то у России с Украиной, точно так же, как, извини нам, когда что-то происходит в Сирии. Но я цинично говорю, но это правда. То есть где-то страдает население Сирии, но у нас свои дела и свои заботы. А где-то в Африке голод, умирают дети. Но мы об этом не думаем, у нас тут свои дела, понимаешь? Точно так же и населению западных стран. И западным лидерам приходится оглядываться на то, что крепнет оппозиция к ним внутри их стран, что на пятки им наступают те, кто хотят занять их место. И они должны об этом думать. И они об этом думают. И они всегда держат запасной вариант договоренностей с Путиным, чтобы прекратить падение уровня жизни в своих странах. Потому что объяснить бюргерам немецким, что у вас бензин будет стоить дороже, и вообще евро падает, и вообще у вас будут коммунальные услуги, как где-то в Великобритании уже, по-моему, в три раза больше, в три раза дорожают коммунальные услуги. Три раза. Как ты объяснишь народу своему? Это потому, что мы защищаем интересы Украины, а народ тебе скажет простой человек. Я с тобой тоже категорически не согласна, потому что все то, что ты говоришь, это говорю я. Просто ты вывод из этого другой делаешь. Я-я. Потому что от того, что у них ухудшается уровень жизни, вернее, то, что ухудшается уровень жизни, виновата не Украина, а виноват Путин. И если они его не уберут, не уберут вот этот нарыв, этот акт агрессии, который готов дальше ползти, то у них не только будет сейчас коммунальные услуги вверх взлетать, а у них бомбы дальше, послезавтра начнут так-то разрываться, как дан Украина. И они это объясняют своим избирателям, а у них другого выхода нет. Дима. Лидеры любых стран сейчас это все понимают, но завтра может случиться так, что они перестанут быть лидерами своих стран и придут оппозиционеры на их место. Ну так а к чему ты ведешь, скажи, что все плохо? Потому что любой лидер страны западной должен учитывать все факторы. И он это учитывает. Поэтому Шольц, почему Шольц не дает Украине вооружение, такое, как мы от него просим, столько месяцев? Ну что-то дает, но это не то. Почему не дает, спрашиваю? Потому что его интересы, его и национальные интересы Германии не лежат в сфере дать Украине оружие. Почему Эрдоган говорит с Путиным дальше? Почему Макрон ему иногда нет-нет, да и да, позвонит? Есть же много вопросов. Есть безоговорочная поддержка Украины, США, Великобритании, Польши, странами Балтии. Но нет же такой поддержки, когда весь мир встал и сказал, вот до сейчас мы этого фашиста ебнем и все. Нет такого? Это же не отменяет генеральную линию того, что мир борется сейчас против Путина и Запад объединился. Мы не ожидали, что после 24 февраля поддержка Запада будет настолько консолидированной и мощной по сравнению с тем, что было до этого и что мы привыкли видеть. Поэтому я как раз считаю, что именно цинизм, здравый расчет, рацию заставит и заставляет сегодня страны Запада идти до конца в этой войне, которую сегодня держит, на себе держит Украина, сдерживая агрессора и бьет агрессора. Но Запад понимает, что это и их война тоже. Поживем увидим или, как сказав слепый, побачимый. А глухый почуемый. Логично.